Здравствуйте, уважаемые огородники! В этом видео я коротко хочу рассказать, как я подкармливаю свою рассаду после пикировки и сколько раз. Рассаду можно подкармливать после пикировки не более двух раз. Достаточно подкормить один раз. Когда рассада маленькая до пикировки, это уже доказано, что ей питания хватает из семени и из того грунта, где находится. А вот пикировать нужно не раньше, чем появятся настоящие листочки. И подкармливать после пикировки нужно не раньше, чем через недели полторы, дней через 10-14. Вот видите, корешки уже начали осваивать грунт и они готовы к усвоению питания. До этого сразу в первые дни после пикировки смысла нет подкармливать. Я подкармливала в этом году, взяв органоминеральное удобрение гуми-оми. Подкармливала согласно инструкции, разводила 1 чайную ложку на литр воды. Давала постоять часа-два и только после этого пролила свои томаты. Подкармливать можно также и другими удобрениями. Можно подкормить для наращивания корневой системы янтарной кислотой. Здесь у меня расфасовка по 0,5 грамма. Янтарная кислота продается и в жидком виде, как нектарин. Можно подкормить монофосфат калием. Это уже на ваш выбор. А можно сделать вообще натуральную подкормку. Если есть перегной, то взять пол-литровую банку перегноя, развести в 10 литрах воды, дать постоять 3 часа. И после этого уже можно подкормить свою рассаду. Выбрать можно есть из чего. Поэтому рассаду я свою лишнего не перекармливаю. Как уже сказала, подкармливаю всего один раз и растет рассада хорошо. Спасибо за внимание.